Здравствуйте, друзья! Это канал India Magic TV и с вами снова я, Олег. Сегодня 72-й фильм моего индийского видеоблога, рассказывающего о посещении этой загадочной и интересной страны в 2017 году. Продолжается мое длительное пребывание в городе Вриндавани, священном месте для каждого индуса, в котором, согласно преданиям, очень давно, 5000 лет назад, прошли детские и юношеские годы ведического бога Кришны. И сегодня мы с вами продолжаем прогулки по экзотическому, самому индийскому из всех индийских мест Вриндавану. Итак, друзья, Вриндаван как он есть. Мы на главной торговой улице Вриндавана, которая называется Лой-Базар. На самом деле, во Вриндаване много торговых улиц, и все они называются по-разному. Но для большинства заграничных туристов это слишком сложно, и они предпочитают называть все базары Вриндавана Лой-Базар. Обожаю гулять по индийским рынкам. Здесь можно встретить множество колоритных персонажей, умиротворенных, сновидящих собак, уличных парикмахеров, которые очень хорошо делают массаж головы, и множество маленьких и не очень маленьких магазинчиков, в которых продается все, что угодно. Прогуливаясь по Вриндаванскому рынку, рано или поздно вы непременно выйдете к какому-нибудь храму. Вот и я вышел к храму, который называется Шахаджи Мандир. Мандир – это и есть храм на индийском языке хинди. Давайте зайдем на территорию этого необычного по архитектуре индийского храма. Традиционно на входе в храм располагаются несколько магазинчиков, которые продают разные сувениры и одежду. Проходим дальше, и вот на горизонте появляется белый храм Шахаджи. Очень интересно, здесь справа находится филиал Пинджабского банка. Пинджабский банк и храм Шахаджи никак не мешают друг другу. Чуть дальше слева мы видим небольшой чай-шоп и еще одну лавочку, торгующую всякими сувенирами. Храм Шахаджи очень красивый и необычный. Он украшен вот такими витыми спиральными колоннами. Когда-то я был очень удивлен, обнаружив этот храм прямо в гуще индийского рынка. Храм этот был построен в 1876 году. Построил его богатый торговец по имени Шах Кундан Лал. Обычно на территории этого храма очень много бандитов-макак. Вот один из них, вернее одна из них. Посмотрите, как ловко макака управляется с документацией. Наверняка через какое-то время макаки эволюционируют и их можно будет нанимать на работу в банке. Нужно будет только обучить макаку работе с компьютером. Думаю, что за пару бананов макака научится чему угодно. Для борьбы с бандитами-макаками в Индии принято держать вот таких серых обезьян. Эти обезьяны называются лангуры. Лангуры более интеллектуальны, чем макаки, и они успешно этих макак разгоняют. Как всегда, в окрестностях храмов очень много попрошает. Эти люди ничего не делают, не работают, просто сидят здесь целый день и выпрашивают подаяния. Место это очень бойкое. Храм Шахаджи весьма популярен, и поэтому попрошайкам здесь перепадает. На узкие улочки старого Вриндавана, особенно на те, которые выходят к реке, очень часто забредают вот такие странные дикие кабаны или свиньи. Один мой знакомый прозвал их свинокрысами. Действительно, какое-то странное животное. Пройдя буквально 100 метров от храма Шахаджи, я попадаю к воротам еще одного большого храма. Действительно, не зря Вриндаван называют городом 5000 храмов. На самом деле, количество храмов здесь никто не считал. Однажды я задался такой целью, решил посчитать все храмы во Вриндаване, но потом понял, что это бесполезно. Тот храм, рядом с которым я сейчас нахожусь, называется Шри Радхарамана Темпл. Ничего необычного я здесь не нашел, и поэтому продолжаю свое путешествие по узким улочкам старого Вриндавана. Какая самая популярная в Индии спортивная игра? Конечно же, это крикет. Когда-то эту игру завезли сюда англичане, и с тех пор на любом более-менее подходящем клочке земли дети играют в этот крикет. Конечно же, в крикет играют не только дети, это игра такого национального значения. Здесь бывают международные чемпионаты по этому крикету, и тогда индусов не оторвать от телевизора. Они собираются около телевизоров толпами и болеют. Конечно же, они болеют за свою индийскую сборную по крикету. Просто обалденно, друзья, гулять здесь по этим древним узким улицам. Скорее всего, здесь все точно так же, как было 500 лет назад. Меня поймут люди, которые любят произведения в стиле фэнтези. Порой кажется, что вы шагнули в какую-то запретную дверь, ведущую в другой мир. И вы на полном серьезе ожидаете, что из очередной древней двери выскочит какой-нибудь гном, эльф или сатир. Давайте зайдем в один из таких старых дворов. На мой взгляд, совершенно мистическое какое-то место. У меня такое чувство, будто я в компьютерной игре Skyrim. Мужик меня реально напугал сзади. Подошел и сказал «Раде-раде». Это он так поздоровался. Здесь такое приветствие. Раде-раде. Вот он, этот дом со стороны полностью. Впечатление. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, друзья, я хорошо погулял и пришло время обеда. Сейчас 3 часа дня и как раз время раздачи просада в главном храме Кришна Баларам Мандир. Это не совсем раздача, еда здесь не бесплатна, вам нужно заплатить небольшую сумму денег, 40 рупий, чтобы зайти в этот зал. Но за эти 40 рупий можно съесть неограниченное количество пищи. Вам будут постоянно подкладывать еду, пока вы не скажете «все, хватит». На мой вкус еда здесь очень приятная и здоровая. Обычно это простой рис, лепешки и несколько видов овощей. Многие люди приносят кастрюльки и набирают еду еще и с собой. Здесь это не запрещается. Таким образом вы можете покушать в обед и еще и поужинать, взяв еду с собой домой. Макаки с завистью взирают из-за решетки, их, конечно же, сюда не пускают. На входе дежурит специальный охранник с пневматическим пистолетом и следит, чтобы, не дай бог, обезьяны не зашли внутрь. Иначе они могут устроить здесь грандиозный переполох. Я выхожу и сейчас мне нужно найти свои сандалии. Перед входом в обеденный зал нужно обязательно снять обувь, иначе вас не пустят. А здесь рядом на поляне люди просто лежат и отдыхают после обеда. Наверное, такое можно увидеть только в Индии. Когда вы приезжаете сюда и живете здесь какое-то время, вы расслабляетесь и тоже начинаете поступать так же. Вы забываете о зашоренности и предрассудках и можете позволить себе просто развалиться на травке около храма. Вы даже становитесь способны расстелить свой плед на полу в зале ожидания какого-нибудь железнодорожного вокзала и отдохнуть. Согласитесь, это абсолютно немыслимо где-то в России. Какой-нибудь блюститель закона придет и растолкает вас пинками, а потом отправит в психушку. А вот в Индии, если человек на ЖД вокзале устал, расстелил плед и отдыхает на полу, это в порядке вещей. Это его право. Это окрестности храма Кришна Баларам Мандир. Вот как раз здесь индийские странники садху и отдыхают прямо на земле. Заодно поджидая, что кто-то из туристов даст им индийскую копеечку. Несколько копеечек и можно пойти через дорогу на базар и купить себе лепешек и стаканчик чая. Вот он этот небольшой, но оживленный рынок напротив главного храма Искон. Кроме лавочек с сувенирами, одеждой и уличной едой, здесь располагаются несколько полезных туристических агентств. В этих офисах вы можете положить деньги себе на сим-карту, распечатать на принтере какие-то документы, например, билеты, купленные в интернете. Можете заказать такси или поменять валюту. Кроме того, каждое утро, в 5 часов утра, отсюда отходит прямой автобус в столицу. Автобус в Дели. Очень удобный. Если вам нужно сделать какие-то дела в столице, вы садитесь на этот утренний автобус и где-то часов в 8 утра вы уже в Дели. В этом месте всегда много полицейских следят за порядком. Многие паломники, приезжающие во Вриндаван, совершают обход этого священного для индусов города вот таким экзотическим способом. Представьте, сколько нужно потратить времени и сил, чтобы таким образом обойти Вриндаван по кольцевой дороге длиной 10 километров. Обычному европейскому человеку это совершенно непонятно, но у индийцев это не вызывает никакого удивления, только уважение. Считается, что наиболее сильное благословение от обхода Вриндавана вы получаете, если совершаете парикраму вот именно таким способом. Такие полные поклоны называются дандаваты. Иногда, чтобы обойти священное место таким способом, требуется несколько месяцев. Здесь во Вриндаване это расстояние 10-12 километров, но на священном месте Гавардхан это почти 30 километров. Конечно же, не всегда и не все индийские паломники проходят такое расстояние полностью вот таким способом. Многие ограничиваются 108 поклонами. Это такой ведический минимум. Вообще число 108 имеет сакральный смысл в Индии. Древние индусские математики утверждали, что 108 это цифра цельности существования. В ведах число 108 это число совершенства и успеха. Диаметр солнца в 108 раз больше диаметра земли. Собрание священных тибетских текстов состоит из 108 томов. В восточных четках, называемых мало, количество бусин составляет 108. При этом есть 109 бусина, которая находится вне основного круга и символизирует собой выход за пределы разума. В хатха-йоге есть 108 лечебных асан, человеку присущи 108 страстей, которые мешают ему достичь просветления. На этом я заканчиваю 72-й фильм про Индию и Вриндаван. С вами был Олег, или как меня называют почему-то мои индийские друзья, мистер Шанти. Напомню, что вы можете подписаться на мой канал, чтобы не пропустить момента выхода нового контента. До свидания, друзья, всех благ, до встречи на канале India Magic TV, ну а может быть и в самой Индии.